Большинство людей пользуются у себя на кухне кое-как заточенными, а то и вовсе тупыми ножами. Если и вы точите ножи, вводя одним тупым лезвием по-другому, давайте вместе научимся грамотной заточки. Наверное, у каждого дома есть вот такой неприглядный инструмент, брусочек, который состоит из двух частей, более грубой стороны и более мелкой стороны. Заточка начинается с более грубой стороны, потом продолжается на более мелкой стороне. Нож удерживаем в правой руке, брусок у нас лежит на столе и осуществляем проводку вдоль бруска от пятки к носику. Вот таким образом. И нож вы держите под определенным углом? Да. Самое, наверное, сложное для новичка – это удерживать нож постоянно под одним и тем же углом. Давайте я тоже попробую затащить. Да. Давайте предварительно смочим камень для того, чтобы камень лучше затащил, его желательно смачивать. Не на себя. Это, кстати, тоже ошибка многих новичков, когда они тянут ножик к себе, да, необходимо. Положить ножик на брусок, зафиксировать один угол и начинаем перемещать вдоль бруска ножик от пятки к носику. Раз. Переворачиваем. Два. После заточки на грубой стороне камня мы переворачиваем камень и затачиваем на более мелкой стороне. При правильной заточке мы на резве, нарезающей кромке должны видеть и ощущать такой тонкий металлический заусенец. После этого, в общем-то, можно переходить уже к финишному этапу, к доводке. Для этих целей мы используем вот такое приспособление, называется мусат керамический. Вместо керамического мусата можно использовать более мелкий брусок или кожаный ремень. Верно. Те же самые движения от пятки к носику, под тем же самым углом. Отлично. Теперь проверим, как мы его заточили. Для этого возьмем бумагу простую формата А4 и начнем ее резать. Если нож заточен плохо, он будет цеплять, рвать бумагу. Последние несколько лет вот такие инструменты для заточки очень популярны, они эффективны? Да, сейчас очень популярны такие точилки. Они, в общем-то, не предназначены для заточки, они предназначены для вправки ножей в процессе эксплуатации. То есть нужны все-таки более профессиональные способы для заточки? Абсолютно верно. Вот, например, вот такая заточенная система позволяет быстро, просто затачивать ножи, четко выдерживать необходимые углы, справится абсолютно любой человек и даже ребенок. Покажете, как работает? Да, конечно. Укладываем нож на подставку, угол мы уже выставили, и теперь осуществляем непосредственно заточку. Если вы впервые в жизни как следует заточили ножи, не забудьте предупредить об этом своих домашних, а то эффект будет совсем не тот, на который вы рассчитывали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok